так девчонки всем огромный привет я вам недавно показывала что я покупала орхидеи фаленопсисы и сегодня решила я их пересадить и решила вам также показать как я пересаживаю давайте посмотрим так вот выглядят мои орхидейки сейчас я пару цветочков уже у них убрала которые завяли поэтому они такие чуть-чуть полосели так скажем но при этом у них распускаются еще вот эти вот маленькие цветочки здесь вот недавно распустилась вот но я решила пересадить их в свой грунт потому что честно говоря вот этот вот грунт из коры и торфа мне не очень нравится я хочу сделать грунт из смотрите у меня есть этот живой мох сфагнум называется вот он идет и как антисептик и очень хорошо влагу в себя впитывает потом у меня есть вот такая вот кора отличная она как раз такая небольшая то что нужно пригодится немножко как дренаж керамзит вот купила вот такую смесь для орхидеи здесь пена стекло и тоже кора но кора достаточно крупная так что я ее использовать не буду добавлю просто вот это пена стекло потом когда уже орхидеи подрастут я уже буду полностью сажать в этот грунт так что мне еще пригодится купила также еще на вайбре все два горшочка комплект шоу из двух горшков стоили они двести восемьдесят с чем-то рублей короче где-то 280 здесь очень хорошо сделано дно то есть она полностью воды водопроницаемая и есть нижний полив очень удобно такие простые горшочки без претензий а здесь я себе уже подготовила перчатки ну в общем все видите и так я себе подготовила уже пакет специальный буду вытряхивать свои орхидеи начну с белой кстати хотелось бы сказать что корни у нее очень хорошие покажу поближе посмотреть какие корешки хорошенькие не загнившие все отлично крепкие шейка хорошая шейка это место я сама честно говоря никогда раньше не занималась орхидеями а тут как только купила мне не так понравились плюс все по скидке за 800 рублей примеру этот сорт это достаточно недорого вот поэтому решила взять и теперь приходится узнавать информацию о том как их выращивать пересаживать и в общем я теперь уже много чего знаю давайте попробуем достать надеюсь у меня это получится так просто я их не поливала но при этом у них земля то не сухая на нем все и держалась можешь сказать так сюда положу может этот горшок мне тоже когда-нибудь пригодится сейчас постряхиваем землю аккуратненько такой рассыпчатый грунт грунт очень хорошо все отсыпается отсюда смотрите какие корешки хорошие 10 палочки торчат которые держат цветоносы эти корешки они прям прирастают корея прирастают о торфяной горшочек вот он здесь когда-то они этот губка что ли на похоже ну нормально она и даже с ней нормально росло как я вижу и корни нормальные вполне себе но ничего себе губка видели да вот она через нее корни нормально проросли и росли себе спокойно то есть ей в принципе было все равно комфортно даже с такой губочкой она небольшая так гнилой корешок какой-то короче надо все вот эти вот гнилые части желательно убирать так ну все я вынула орхидею пока поставила ее в сторону у меня тут стоит сейчас буду в горшочек набирать дренаж посмотрите это пеностекло напоминает материал из которого у нас делают дома пенобетон можно и керамзита немножко положить такого в этом нет керамзита тоже есть питательные вещества просто вот эти камушки для этих горшков от белые камушки наверное они крупного поэтому немножко керамзита я кладу поменьше так что теперь можно немножко и отсюда взять но она видите какая крупная сейчас пока она не видна сейчас я положу подушечка из муха правильнее говорить из муха небольшая подушечка из муха но вообще в нем орхидеи очень хорошо растут так заранее открою пакетик с корой берем орхидею так вчера только маша полу помыла видите я отрыхнула корни сильно ее как-то сильно зачищать не стала потому что у нее все нормально хотя у нее вот есть вот такое вот место здесь черненькая но здесь не гниль здесь все хорошо все корни твердые хорошие нигде гнилью и не пахнет и не видно гнили то есть корни шикарны вот и я ее вот так вот сейчас поставлю чуть-чуть закручу вот эти свободные корни пускай они болтаются потому что в естественной среде орхидеи растут они как на деревьях растут на камнях в общем частично их корни попадают в горы как-то так в общем вот но в субстрат в какой-то частично корни висят на весу то есть вот как вот эти вот это так и должно быть у орхидеи так ну все первый цветочек у нас пересажен вот так вот это все выглядит потом поставлю поближе покажу беремся за вторую ой боже мой ну-ка вроде тут корней таких нету но вообще смотрите корешки хорошие очень кто-то бы на моем месте наверное даже бы и не стал трогать такие корешки внутри по моему было пару гнилых которые я увидела не знаю может мне показалось все корни в принципе не классики тоже очень крепкий грунт он как осыпался там по моему одна кора была кстати да одна кора вот он стаканчик сам слетел смотрите поролоновый сейчас я смотрю полностью как она выглядит вообще у нее все хорошо замечательно просто все корешки классные то что они где-то желтые то ничего страшного главное что они плотненькие вот здесь вот единственная вот вижу так ну вот что у нас получилось видите и корешки свет получают и там воздуха полно и мог и и дренаж в общем все хорошо я так сверху сейчас чуть-чуть чуть-чуть пролила совсем здесь вот на донышке видите остался миллиметр это она уже на всасывал обратно вот ей сильно полив не нужен сейчас поэтому много не поливаю и главное не перезалить эти корешки все видны всем солнышко попадает хорошо второй вот горшочек тут тоже самое все единственное здесь у меня так получилось что не очень получилось в том плане что корешков сильно много не видно то есть они есть вот здесь вот внизу их можно увидеть но я их как-то так вот засыпала удачно в кавычках да ну ничего страшного все нормально главное наверху у меня здесь тоже вот красота в общем если что можно снять убрать а так вот я сюда положила заслонила мох шейку тоже я не стала прикрывать вот в общем такие у меня получились цветочки такое видео интересное если даже опадут ничего страшного главное чтобы они пережили пересадку насколько я знаю цветущими их тоже пересаживать ничего страшного вот будем ждать когда они адаптируются в новое в моей среде а здесь кстати у меня вот мои кактусики моя хавортия вот эти кактусики чуть-чуть подросли хавортия тоже вон видите дает листочки мой фикус который я пересаживала тоже вон во все надо его уже помыть он пыльный видите молодые листочки дают во все вот так что у меня здесь вообще вот в этой квартире как-то все цветет и пахнет то есть все с цветами получается до этого когда я жила в северодвинске у нас там то ли местоположение такое то ли погода такая то ли что понять не могла в общем у меня мало какие цветы нормально приживались и чтобы они быстро росли нужно было ой ну прям вообще с ними возиться возиться а здесь вроде ничего такого особенного не делаешь и все растет само по себе какая у нас сегодня красота время 8 утра начало 9 солнышко светит уже мороз сегодня минус 15 ой мы с Серегой отвезли ребенка в сад пойдем сейчас домой девочки доброе утро всем устали недавно муж мне приволок с утра смотрите что вафельницу это подарок на новый год я у него просила вафельницу долго выбирала выбрала вот эту фирму по моему делается она в нидерландах а не в норвегии норвежская фирма делается в китае видите как она прикольно выглядит здесь 6 сердечек и она при том что она большая то есть я не знаю сколько она по размерам в инструкции прописано но я сейчас не помню в общем и у нее по моему производитель заявляет что у нее чугунные вот эти пластины и здесь двухслойные покрытие керамическое и смотрите как тут еще классно она издает звуковой сигнал так вот когда я включаешь она издает звуковой сигнал вот этот регулятор это регулируется степень зажарки от 0 до 7 когда вы ее включаете она начинает разогреваться я сейчас включу творожные вафли собрала сделать уже сделала тесто вообще это у меня первое включение уже начала нагреваться я сейчас тряпочкой протерла вот надо опустить крышечку снаружи это здесь пластик здесь такая ножка подставка можно ее стоя хранить эту вафельницу и в общем когда она нагреется она пропищит мощность у нее 1400 ватт говорят она за две минутки буквально печет все очень быстро вот и благодаря тому что здесь есть вот такие вот канальчики видите отверстие типа она делает не варит вафли так скажем а именно что жарит вот ну будем пробовать в общем вот у меня тесто творожное и сделала на первый блин еще просто тесто из муки и воды потому что первый блин будет несъедобный я называю блин первая вафля будет несъедобная но мне как бы творожное тесто жалко тратить на первую несъедобную вафлю потому что уходит тесто много сюда потому что вафля получается большая в общем буду пробовать сейчас она нагреется и должна меня оповестить не знаю на четверочку хватит или нет горячие здесь уже пластиночки ну буду пробовать в общем температуру разную и разной зажаристости вафли получится кстати сама по себе вафельница она такая увесистая тяжелая вот и она большая то есть она да диаметр здесь наверное сантиметров 20 может быть вот если сверху смотреть может даже чуть побольше 22 в общем я хотела основательную вафельницу хорошую пускай не дешевую но чтобы вот я ее уже полюбила и пускай она мне там служит по моей жизни потому что до этого у меня был редмонд он у меня сейчас есть но пластину уже антипригарное покрытие уже все к нему прилипает где-то он уже от температуры треснул просто ну знаете такое короче на на полгода активного использования вафельница а вот это вот уже она такая как бы серьезный уже аппарат так что вот ну ладно буду пробовать так первый раз надо смазать растительным маслом написано в инструкции я так аккуратненько кисточкой смазываю буквально здесь у меня две капли масла в остальные разы написано что смазывать ничего не надо будет уже левой рукой левой рукой мне неудобно я правша ну ладно вафли получается не сильно толстые в этой вафельнице они такие ближе к тонким наверное но за счет этого они получаются такие прожаристые будем пробовать заливать вот у меня отдельно это тесто давайте попробуем она еще знаете так сделано с углублением чтобы не растекалось тесто ножки нету короче неудобно когда ты сам снимаешь ну вы меня понимаете да давайте попробуем все я закрыла крышечка тяжелая увесистая мне так нравится эта подсветка она такая яркая кстати звук пиликанье если к примеру с утра готовите и вам не нужно чтобы она пиликала снизу на корпусе есть выключатель можно это пиликанье отключить кстати хотела вам еще показать вот она нагреваться начала хотела вам еще показать как мы с сережкой решили на новый год себе всей семье сделать подарок и как бы начать готовить на остальных сковородках потому что ну насколько я знаю антибригарное покрытие оно во-первых не экономично получается потому что приходится каждые два года покупать новую сковородку а на остальное можно всю жизнь готовить еще и по наследству передавать в общем это экономно хотя эти сковородки стоят значительно дороже тем не менее мы покупаем практически на всю жизнь вот ну вот эта фирма она конечно вот это не дешевая которую мы купили но она уже такая прям зарекомендовавшая себя очень хорошая вот так типа она поджарилась уже давайте смотреть первая вафля девчонки первая вафля у меня но она немножко расклеилась тесто видимо было слишком жидкое но тем не менее вот все как бы можно если аккуратненько ее снять можно снимать и кушать но это у меня был такой вариант в общем чисто для первого для первой вафли которую выкинуть поэтому я не парюсь и сейчас мы будем в общем творожные готовить и я сделаю все-таки посильнее и помощнее чтобы зажарить и курс все хотела дорассказать она такая в пятнышках мы ее помыли недавно в общем это тоже мы в ней готовили мясо уже хорошо кстати готовится овощи все быстро-быстро обжариваются быстрее чем на обычной сковороде с антипригаркой вот просто еще антипригарное покрытие оно же вредное и оно там выделяет какие-то вещества вредные которые из организма не выводятся ну как бы в общем решили сменить будем пользоваться вот эта сковородка она прям супер я правда не пользовалась еще она тяжеленная такая у нее сталь 5-миллиметровая медицинская сталь так ну-ка давайте посмотрим чтобы не вышло как в прошлый раз так пускай еще немножко а то прилипает не знаю пускай на пятерочку что ли еще ну с творожными вафлями на самом деле для первого раза я такой сложный выдала себе вариант для приготовления потому что с творогом не легко работать ну по крайней мере мне потому что он достаточно нежный и часто разваливается сколько влаги испаряется из вафель они конечно еще не готовы а с творогом короче нужно подольше готовить творожные вафельки поэтому я сделала вообще на максимальную температуру сейчас посмотрим я плюс еще сахара положила немного поэтому они сильно не зажариваются но уже кстати вот посмотрите они уже не прилипают уже начали подзагорать так что пускай ну девчонки вроде даже на семерке чересчур в общем можно на шестерке готовить смотрите вроде даже что-то получилось интересное я думала не получится нет все получилось супер буду дальше готовить решила загрузить чуть больше чем нужно и в итоге у меня лишка получилось но я пока не трогаю оно поджарится и все будет нормально надеюсь в общем с творожными вафлями нужно аккуратно они все-таки когда их смазываешь даже пластины немножко прилипают но тем не менее все получается вот просто нужно отслеживать я температуру уменьшила чуть-чуть в общем они должны тщательно поджариться чтобы отлепиться на последнюю вафлю дожариваем смотрите какая получилась вот как раз на пять с половиной поставила по сути можно уже выключать а пусть еще чуть-чуть пожарить аккуратненько охватывать когда по зажарести они легче снимаются ну и сейчас тоже хорошо снилось такие вот получились что я доделала у меня здесь знаете что нравится обычно вафельницы выключаются когда их с розетки выдираешь но нет здесь она тоже если на ноль переключить она перестает нагреваться просто индикатор горит и все я думаю эти поверхности в самом деле чугунные вот потому что я ее отключила уже минут 15 назад а до сих пор даже вот на этой крышке которая не толстая тепло сохраняется то есть она теплая еще не остыла но здесь еще теплее вот и плюс я посмотрела так и смотрела внутри вот здесь никакого алюминия не видно серенького может конечно покрытие здесь покрытие все равно есть керамика двухслойная но вес тяжелый вот и она сама по себе такая тяжеленькая в общем ну я думаю что действительно там чугун